Если вы тоже, как и я, снимаете видео на YouTube и зарабатываете на этом, то, наверное, уже получили письмо от Google, где они сообщают, что будут взимать налог с авторов из других стран до 30%. Вообще, в письме указано 24%, но по закону США там 30%. Не так важно, не очень приятно, что 24%, что 30%. Для тех, у кого монетизации нет и письмо этого он не получал, либо для тех, у кого просто интересно, я его сейчас дальше приведу. Ну а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Ну само письмо довольно длинное, полностью зачитывать его нет никакого смысла, но тем не менее, какие-то интересные моменты, все-таки я вам покажу, продемонстрирую. Итак, здравствуйте, сообщаем вам, что в 2021 году компания Google начнет удерживать налог в соответствии с налоговой системой США с дохода авторов из других стран, ну то есть это про нас с вами. Изменения вступят в силу не ранее июня, просим вас предоставить налоговую информацию в AdSense. На ее основании мы определим, должны ли выплаты вам облагаться налогом в соответствии с налоговыми правилами США и если да, рассчитаем его ставку. Если эти сведения не подать до 31 мая 2021 года, то с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%. Собственно, от нас что требует? Мы получим письмо, где нам будет необходимо открыть специальный налоговый инструмент и ответить на несколько вопросов. Это поможет определить, будут ли выплаты нам облагаться налогом США, узнать больше об изменениях. Тут, ну в общем, в самом конце написано, что если вы не предоставите налоговые данные с вашего общего дохода, по умолчанию начнет взиматься налог для физических лиц по более высокой ставке 24%. А если предоставим налоговую информацию, то они начнут удерживать налог США только с дохода, сгенерированного в этой стране. Речь идет о средствах, полученных из разных источников, в том числе и из просмотров рекламы. YouTube премиум, суперчата, суперстикеров и спонсорства. Ну, собственно, все довольно просто и довольно ясно разъяснено. То есть нам приходит письмо, мы открываем, заполняем, все. YouTube, вернее Google с этого момента рассчитывает налоговую ставку и ее мы будем как бы платить. Налоговая ставка в США выше, чем в России, это значит, с пришедших нам 10 тысяч мы должны будем отдать 30%, это 3000 рублей. Довольно большая сумма. Но в письме ясно написано, что мы платим налог только с того дохода, который мы получаем в Соединенных Штатах Америки. Ну вот, скажем, у меня канал для русскоязычной аудитории. Рекламодатели у меня тоже все русскоязычные, и то есть получаю я доход и заработок свой от российских зрителей, платят мне российские компании, и, собственно, платить, значит, налог я должен в России. Но я так и делал, зарегистрировался самозанятым, каждый месяц выплачивал там определенную сумму, 6% у нас доход самозанятого, вот их я брал и каждый месяц с YouTube платил. И может показаться, что сейчас я должен взять эти 6%, заплатить как бы их в России, потом еще взять 30%, заплатить их в США, и получится у меня двойной налог такой. Но это не совсем так. Вернее, это так, но только для стран, у которых в США не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. У России такое соглашение заключено. И, соответственно, нам нужно просто предоставить информацию Google, что мы не являемся резидентами США, что мы не являемся гражданами США, что мы доход какой-то в США не получаем, у нас там никаких, собственно, связей-то и нет. Сделать это довольно просто. Нужно зайти в личный кабинет AdSense, через который вы получаете, собственно, вот эти вот выплаты. Заходите, там прям будет плашка вот эта вверху, в виде уведомления. Нажимаете «Предоставить налоговую информацию». Если этой плашки не будет, нужно зайти в раздел «Начисление», и также нажать «Предоставить налоговую информацию». Про то, как это сделать подробно, во всех деталях, наверное, уже миллион инструкций снято. Я сперва тоже хотел снять, но потом подумал, зачем. Если надо, вот найдете, посмотрите. Я хотел остановиться лишь на некоторых нюансах, которые в разных роликах у разных авторов не совсем совпадают, иногда даже немного противоречат друг другу. Ну так вот, заходите в заполнение этой налоговой информации, там нужно будет нажать «Физическое лицо», это все так у всех остается, как бы. Потом выбираете вторую форму, она называется W8BEN. В общем, выбираем ее, нажимаем «Заполнить», и дальше начинаются некоторые разночтения. Там дальше предлагают ввести имя того, кто заполняет, но тут, собственно, проблема в чем? Имя нужно вводить на английском, ну, думаю, с тем, чтобы перевести свое имя на английский язык, ни у кого проблем не возникает. Но некоторые в своих инструкциях предлагают вводить только имя-фамилию на английском, некоторые предлагают вводить имя-фамилию-отчество. Все по-разному. Второй момент с разночтениями — это строка адреса. Там есть первая строка адреса, вторая строка адреса. Понятное дело, ну, может, для кого-то непонятное, что переводить на английский ваше название улицы не надо, ее просто нужно транслитом написать. Ну то есть, что я имею ввиду, если у вас улица цветочная, то не нужно писать улица стритфлауэрс Так и пишите английскими буквами, цветочная Как это сделать без ошибок? Ну просто загуглите, как она пишется Название всех улиц, в принципе, можно найти Даже если она такая же не в вашем городе, но с похожим названием есть в других городах Не проблема Но в этом-то все авторы, которые записали свои инструкции, едины, то есть едины во мнении Немножко в другом они разнятся, то есть есть первая строка адреса и вторая Некоторые предлагают писать полный адрес в первой строке Другие предлагают в первой строке ставить улицу, во второй номер дома и номер квартиры Все по-разному Но нас же с вами интересует, как правильно Ну так вот, что первые ставили там полное название в первой строке, что вторые там в две строки это разделяли Что первые там заполняли имя, фамилию, что вторые заполняли имя, фамилию, отчество Не так было важно, у всех одобрено было Ну то есть, когда вы заполняете полностью всю форму, выбираете все пункты, отправляете эту налоговую форму в США Они ее в большинстве случаев принимают и просто отдают уже в свою налоговую службу А там не особо запариваются над этим, как я понимаю Ну то есть они понимают, что есть конкретный гражданин, которого они могут идентифицировать Этот гражданин, допустим я, проживает в Российской Федерации С которой у них есть соглашение об избежании двойного налогообложения И то есть все вот эти вот налоговые проволочки, они передают России А в России уже я должен заплатить налог 6% как самозанятый Если все правильно заполнить, то там появятся соответствующие пункты Что, налоговая ставка по такому-то такому-то пункту 0% Вот как это выглядит Мы выбираем в этой налоговой декларации соответствующие пункты, которые нам предоставляются в выпадающем списке Вот у меня тут, допустим, по оценцу статья 6, пункт 1 Выбираем 0% пониженная ставка И тут вот Почему Игорь Кретов попадает под действие условий соглашения об избежании двойного налогообложения Собственно, я когда заполнял, не ставил отчество, просто написал Игорь Кретов Ну как у меня на банковской карте написано, так я и написал Ну и дальше тут разъяснение Физическое лицо, указанное в разделе налоговой информации Является налоговым резидентом страны, выбранной на шаге налоговой информации И попадает под действие условий соглашения об избежании двойного налогообложения Это лицо не имеет в США постоянного представительства и не представляет в США независимые личные услуги с использованием постоянной базы в этой стране, или же права или собственность этого лица, в отношении которых выплачивается роялти, не связана непосредственно с постоянным представительством или постоянной базой. Собственно, дальше в двух остальных пунктах мы выбираем примерно то же самое, ставим вот кинематографы телевидения, YouTube, Google Play, там дальше будет статья 12.1, выбираем опять из выпадающего списка 0% пониженная ставка и все. После того, как мы везде выбираем 0%, мы можем отправить данную форму, нам предоставят PDF-варианты, которые предварительно показаны, как будет выглядеть, если что-то не так, вас об этом уведомят, попросят исправить. Все довольно просто, никаких 30%, а как я уже сказал, там 30% из-за выпадающего списка появляются, никаких 30% дополнительно платить не нужно, если вы будете полноценно платить налог в России. Повторюсь, что я даже до этого момента полноценно платил налог в России, то есть полноценно, 6% каждый месяц дохода от YouTube, пусть и небольшой у меня был доход, но я их отчислял. Меня многие, конечно, спрашивали, зачем, ведь можно там как-то забить на это, ну нет, мне надо было, чтобы все честно было. И тут, наверное, многие, кто вот это вот спрашивал зачем, подумают, что вот, я предоставлю эту налоговую информацию в США, они от меня отстанут, а в России я так же вот как не платил, так и не буду платить. Но на самом деле тут не все так просто, потому что российские власти тоже озадачились вопросом, как бы нам взять эти налоги с ютуберов. Дело в том, что такое российское ведомство, как Минцифры, предложило обязать иностранные платформы делиться информацией как бы с ними. Закон предлагают подготовить уже к середине текущего года, должны будут делиться информацией такие площадки как YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok и другие. Исполнителями проекта будут Минфин, ФНС и микроэкономразвитие. Тут, конечно, не совсем понятно, насколько Минцифры доведет дело до конца, введут ли этот закон, может быть его отклонят, может быть его будут 10 раз дорабатывать, все 10 раз еще может поменяться. Но тем не менее, если вы получаете доход с YouTube, то каждый месяц вам на карточку приходит какая-то определенная сумма. Вероятно, в долларах, может быть в рублях, но тем не менее, с иностранного счета. И есть подозрение, что в конце концов налоговая служба задумается, а откуда у вас эти деньги. И если вы добросовестно платите налог самозанятого, то вопросов никаких возникнуть не должно. Если же вы махлюете, то в конечном итоге можете просто нарваться на штраф. Поэтому я как бы рекомендую, можете прислушиваться, можете не прислушиваться, но все-таки брать и полноценно платить налог. Не такая уж большая сумма. Даже если у вас там небольшая сумма выходит дохода с YouTube, то все равно и налог у вас получается, соответственно, будет не очень большой. 6%. Учитывая все начисленные бонусы самозанятым, если они, конечно, еще актуальны, я точно не знаю, налог может быть еще ниже. Если налоговую форму в Аценс правильно заполнить, то из вас не будут взимать этот налог, собственно, 30% довольно неплохая сумма. Лучше она пусть остается у вас. Если же не заполните, забьете, забудете, то как бы, ну, вас предупредили, автоматически будут снимать 30% со всех ваших доходов. Как я уже сказал, это скажет их 10 тысяч, 3 тысячи рублей. Поэтому стоит озаботиться и все правильно заполнить. Я ведь почему еще рекомендую вести дела с YouTube честно? Дело в том, что на данный момент, ну, на мой взгляд, YouTube остается самой такой стабильной площадкой по заработку. Пусть и не очень много там можно заработать. Я веду блоги на Яндекс.Зен, я веду блог на Пульсе, я веду блог на YouTube. Про стабильность на Яндекс.Зене вообще говорить не приходится. Сегодня ты зарабатываешь 5 тысяч, завтра 100 рублей, как бы, и у тебя может это вообще никогда не восстановиться. А может все измениться моментально, а могут тебя забанить. Вообще на Яндекс.Зене вообще никогда не было и не будет никакой стабильности. Насчет не будет я, конечно, может загнул, может когда-нибудь она там и случится, но тем не менее на данный момент ее там нет. Что касается пульса, тут пока непонятно. Площадка новая, тестируется, туда пока еще не всех берут, выплаты как бы идут, вроде как более-менее стабильно, вроде как накопительный эффект, но как будет дальше, я вот пока не знаю. Если все будет стабильно и нормально, то пульс как бы ну прям вот и хороший заработок, и все отлично, про него я многократно рассказывал, если что ролик в подсказках прикреплю, посмотрите, вам будет интересно, возможно. Ютуб же, если не нарушать прямо каких-то правил, то кликбейт вас не будет банить, более-менее вы зарабатывать здесь сможете, пусть вам придется развиваться, но подписчики стабильны, просмотры более-менее будут стабильны, здесь реально вот присутствует этот самый накопительный эффект. Плюс, что меня огорчает на текстовых площадках, на пульсе я пока такого, конечно, не наблюдал, но на Яндекс.Дзене это повсеместно, там воруют статьи, берут ваши статьи, как-то рерайтят, и пожалуйста, на Ютубе тоже воруют ваши видео, но тут какой момент? Вот, допустим, я снимаю сейчас это видео, тут видно мое лицо, и если даже кто-то его куда-то перезальет, там тоже будет видно мое лицо, и видно будет, что я автор, и человек может поискать и найти вот мой основной канал. На Яндекс.Дзен, если вашу статью от рерайтили, найти изначального автора практически невозможно. То же самое там и с фотографиями, где нет вашего лица, кто-то их может своровать с вашего канала, отзеркалить, что-то поменять, и пожалуйста, скажут уникальный снимок, пожалуйста. А если у вас канал ваш забанят, а его останется, потом вы еще удалите какие-то статьи нарушающие, получится вообще, что его канал первый источник этой информации. Я поэтому и стараюсь со своих каналов никакие статьи не удалять, возможно, что-то там, если какие-то есть с нарушением, немножко их менять, но тем не менее, чтобы вот если кто-то их украл, то все равно первоисточником оставался я. Это, конечно, вообще никак не помогает, но тщеславие, тщеславие, куда деваться. Ну а у меня, собственно, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока!